Привет из дремучих карпатских лесов! С вами Даша! И Ваня! И в этом выпуске мы расскажем вам, для чего нужны характеристики и модификаторы в ДНД. Добро пожаловать в наше мини-руководство! Это что за ДНД? Способности всех существ в подземельях и драконах базируются на шести характеристиках. Сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость и харизма. Ваш персонаж огромен и силен? А может быть он ловкий и меткий? Или может быть он помнит все заклинания наизусть и он чертовски умен? Именно характеристики определяют эти качества и указывают слабые и сильные стороны вашего персонажа. Итак, интеллект, мудрость, сила и другие характеристики. Для чего они нужны в игре и что с ними делать? Ну что, пойдем по порядку? Сила отвечает за атлетичность вашего персонажа и в сложных ситуациях может спасти вам жизнь. От силы зависит успешность атак ближнего боя и урон от них. Сила очень важна для воинов, варваров и паладинов. Ловкость, акробатические трюки, взламывание замков, скрытность и другие проворные дела. Также от нее зависит скорость вашего персонажа. Чаще всего от ловкости зависит успешность атаки луков, арбалетов и метательного оружия. Что особенно важно для следопытов и плутов. Телосложение – это ваша выносливость, способность выдерживать длительные путешествия, противостоять ужасным погодным условиям и ядам и, конечно же, задерживать дыхание на подольше. Кроме этого, от этой характеристики зависит количество хитпоинтов, здоровье вашего персонажа. Интеллект – это ваша память, способность к анализу, лучшему пониманию магии, природы и религии. То, что нужно для волшебников. Мудрость – это интуиция и внимательность, способность к выживанию и медицине и умение находить общий язык с животными. Эта характеристика очень важна для друида и жреца, ну и тебе пригодится. Харизма – это характер вашего персонажа. С ее помощью можно убедить или обмануть кого угодно в игре, затеять выступление в таверне, привлечь к себе внимание или запугать гнусных врагов. При создании персонажа вы можете использовать стандартные характеристики, которые указаны в книге. Или есть более интересный и непредсказуемый способ. Кидайте 4 до 6 и записывайте сумму трех лучших значений. Проделывайте это 6 раз и вуаля! Осталось распределить значения между своими характеристиками. Уделите особое внимание характеристикам, которые важны для вашего класса. Помимо этого, дополнительный бонус к характеристикам вы получите от выбранной расы. Например, Дварф получит плюс 2 к телосложению. Не забывайте, максимальное значение не должно превышать 20. Но если вы монстр, древний дракон или же у вас просто ведро каких-то невероятно редких предметов, тогда может дойти и до 30. Когда же значения всех характеристик расставлены по местам, вам нужно посчитать их модификаторы. И, конечно же, таблица есть в книге игрока. Модификаторы будут влиять на ваши навыки, испытания и атаки. Модификаторы бывают со значением плюс и минус. А значит, они могут улучшать или ухудшать ваши броски. Допустим, значение интеллекта у персонажа 8. Это соответствует модификатору минус 1. И это значит, что вы будете отнимать единицу от каждого броска, связанного с этой характеристикой. От каждого броска навыка или испытания. А вот про испытания и проверки поговорим в следующем выпуске. Чтобы не пропустить, нажмите кнопку подписаться и ударите в колокол. Бум! Ну что, парни? Ну все, слазь табулеточки.